Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня пятница, 10 июня, и мы с вами прочитаем отрывок из книги «Деяний святых апостолов» 19 главу с 1 по 8 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Эфес и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святаго Духа? Уверовавши, они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, и не шел на них Дух святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать, «Всех их было человек около двенадцати. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца беседы и удостоверяя о Царстве Божьем». Братья и сестры, с вами вновь возвращаемся к нашему последовательному чтению. Вчера мы с вами откатились назад, да к первой главе в связи с праздником Вознесения. Мы прочитали еще раз начало первой главы. А сегодня мы с вами читаем дальше, девятнадцатую главу, с первого по восьмой стих мы читали. И в данном случае даже у нас с вами нет разрыва, потому что два дня назад мы читали как раз конец восемнадцатой главы. Никуда мы с вами не перепрыгнули, а читали последовательно. И напомню, что речь шла в конце восемнадцатой главе о том, что появился некий красноречивый александриец Аполлос, который проповедовал в Эфессии, но проповедовал только крещение Иоаннова. Встретив там Акилу и Прескилу, коринфских друзей апостола Павла, он с ними познакомился, и они его подкорректировали, так скажем, наставили на правильный путь. После чего он, заручившись их рекомендацией, отправился в Ахайю, а непосредственно в Коринф, где тоже проповедовал. И сказано, что во время пребывания Аполлоса в Коринфе, с чего мы начали сегодняшний отрывок, Павел прошед верхней страны, прибыл в Эфесс и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли вы святаго духа, уверовавши. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли дух святой. Как интересно, братья и сестры, получается, что действительно те, кому проповедовал Аполлос, они крестились только Иоанновым крещением, крещением покаяния, и не слышали, что вообще есть дух святой. Вот здесь такой момент интересный с разных сторон. Во-первых, получается, дорогие братья и сестры, что вспомним опять же про Иоанна Крестителя, про Иоанна Претечу, который был величайшим пророком и тоже очень сильной личностью. И у него были свои ученики. Мы помним, что Иоанн обладал достаточным смирением, чтобы этим своим ученикам показывать на Иисуса, говоря, что это агнец Божий, что ему пора умоляться, о Христу расти. Но, тем не менее, все равно какие-то ученики Иоанновы, они сохранялись, они не ушли за Иисусом Христом. У них были какие-то небольшие собственные группы, общины. И вот мы видим, что даже вот здесь мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда апостол Павел встречает вот этих людей, которым проповедовал в данном случае Аполлос. Хотя, я думаю, что не только один он проповедовал сугубо Иоанново крещение. Ну, такие люди действительно были. Вот они-то как раз, можно сказать, в какой-то степени являлись учениками Иоанна Крестителя. Хотя, конечно же, о Христе тоже шла речь. И тот же Аполлос о Христе проповедовал. Но крещение во имя Христа не было над ними произведено. Вот такая интересная ситуация, чисто историческая. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, они говорят, мы не слыхали, есть ли Дух Святой. То есть, конечно же, в Древней Церкви очень часто Дух Святой воспринимался непосредственно, как некие дары Святого Духа, которые изливались на человека во время крещения. Все строгое богословие, особенно связанное с Троицей, Отец, Сын, Святой Дух, все это не было сформулировано словами так четко, как это, скажем, случилось позже, уже в века четвертый, пятый, классический век греческого богословия, так скажем, да, святоотеческого. Здесь еще люди не имели отточенной формулировки, они просто жили этим. Они знали, что есть Бог-Отец, знали, что есть Иисус Христос, Господь, Сын Божий, и что есть Дух Святой, который непосредственно руководит каждым человеком, изливаясь на каждого христианина во время крещения, и потом во время жизни, его во время Евхаристии, конечно же, преломления хлеба. Все было, скорее, более на опытном уровне, чем на уровне философии, на уровне каких-то абстрактных размышлений, абстрактного богословия. И дальше, значит, Павел спросил их, да, мы прочитали, во что они крестились, они отвечали, во Иоанново крещение. Ну, об этом мы уже сейчас говорили. И далее, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса. Вот Павел разъясняет еще более четко, может быть, чем это было у Аполлоса, который проповедовал, конечно, о Христе, как здесь написано, что он доказывал в 28 стихе, что Иисус – это и есть Христос. Но, тем не менее, вот, может быть, про крещение во имя Христа он не так сильно говорил, не так много акцентировал на этом. А Павел же говорит о том, что Иоанн крестил крещением покаяния, но указывал на Христа, что веровать надо в Него, и креститься надо во имя Господа Иисуса Христа. И что, собственно, и происходит в 5 стих? Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Когда Павел уложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть мы видим, что здесь Павел совершает, как бы мы сейчас сказали в нашем современном понимании, два таинства – крещение и миропомазание. Раньше вместо миропомазания возлагали апостолы или пресвитеры, епископы, руки, то есть тем самым не спасая Духа Святаго. Ну, позже вы знаете, что это заменили помазанием миром, потому что церквей стало много, людей крещающихся много, на всех руки епископ не мог возложить, поэтому он, как бы сказать, мир освящал, как и сейчас патриарх, да, освящает миро, варит, освящает Великий Четверг, и потом это миро раздается внутри поместной церкви русской православной, и мы уже священники, помазуем крещающегося миром, совершаем миропомазание, тоже не спасая печать дара Духа Святаго, как говорится, во время, собственно, этого миропомазания. А здесь мы видим, что вот Павел совершает эти два тоже действия, священные действия вместе, крещает их во имя Господа Иисуса Христа. Напомню, что крестить во имя кого-то – это означает сделать человека принадлежащим тому, в чье имя он крестится. Насколько крещение по форме – это не что-то придуманное христианами, это просто форма, которую христиане взяли на вооружение, которую они христианизировали, как многое другое, кстати. Потому что крестили, например, мы помним, что такое крещение? Погружение, баптизо. И когда, например, один раб покупал, начнее, один господин покупал у другого раба, то тоже происходило крещение. Он его погружал, омывал, давал новую одежду, новое имя. Вот все то самое практически, что происходит во время крещения. Погружение в воду, новая белая одежда, имя, которое дается при крещении. И вот христианство действительно воспользуется этой формой, очень удачной, очень понятной. И вот креститься во имя Господа Иисуса Христа значит стать его служителем, его слугой. И дальше вот ниспосылание рук, возложение рук и ниспосылание через это Духа Святаго. И вот, как я и говорил, что больше было не теория, а больше было практики. Мы видим, что Дух Святой сразу делает себя явным. И вот мы видим, что люди сразу начинают говорить иными языками, и пророчествовать. Ну, помним, что были разные дары Духа Святаго, пророчества или говорения. Но здесь вот иными языками, но вот слово «инными» почти всегда добавляется переводчиком. Видите, курсивом стоит. Если у вас есть такой текст перед глазами, где пишутся вставные слова курсивом, то вы видите, что иными стоит как раз курсивом. Говорить языками. Что это за языки? Иностранные или какие-то еще? Об этом ведутся споры, пишутся работы. Даже, как мой докурсник когда-то писал под руководством Архимедрида Януаря дипломную работу на тему, что такое говорение вот этими языками, глоссолалия по-гречески. Об этом мы подробнее, может быть, с вами поговорим, когда подойдем к рассказу о Пятидесятнице, о том, как Дух Святой в виде огненных языков сошел на апостолов. А сегодня я напомню, что мы с вами читали отрывок из книги «Деяний святых апостолов», 19 главу с 1 по 8 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова